Для же хоров Беларуси белорусская природа, напевно, самая прыгожая. Рака, сонники, птушки спевают. Усё было ведьми добро, кали б ни одно, а ле. Сметья по берегах, причём не только природного походжения. Четыре года проведения акций проносить становчие выньки. Сметья на берегах водоёмов становится меньше. Хоть полностью выросить эту экологическую проблему поколение трималося, после отпочинку люди усё ещё покидают на берегах пластиковые пакеты и бутыльки, шкро посуды навод отдельно за будком. Особливо неспроявленная ситуация на территориях, которые не мают статус офицерных мест на отпочинку, хоть и там порушения так само сустракаются. В основном в рамках обследования выявляются такие нарушения, как стоянка автотранспортного средства, ближе 30 метров от уреза воды, и отходы люди оставляют вблизи водного объекта в прибрежных полосах, несмотря на то, что контейнеры установлены на этих зонах отдыха. Разум с тем, створение зон отпочинку на осёне – самый эффективный метод контроля за ситуацией на берегах водоёмов. Ледовь на Гомщине таких зон было около больше 50, качатковое решение по этому году ещё не принято, хоть все погоджаются на в область 5 десятков доброупорядкованных мест в отпочинку явно недостатково. Есть, конечно, определённые задумки с тем, чтобы увеличить количество таких мест отдыха, но это требует определённых финансовых затрат. Есть у нас проекты разработки, это и в самом городе Гомеле. Организатор акции «Чистый водоём» – Белорусское товариство поляновичных и рыболовов, сирот сёняшних доброохотных помощников, экологи, сопротивление Следующего комитета и инспекции по охове растительного и живёльного свету, школьники, хоть для того, как навести парадок на водоёме, не обовязково выезжать за десятки километров. Добрую справу можно зарабить и побачь с домом. Недавно ко мне обратились жители 104-го нашего микрорайона с просьбой оказать содействие в вывозе мусора, который они сами убрали на берегу озера. То есть акция идёт, акция живёт, и люди становятся более сознательными в этом отношении позитив этой акции налицо. Республиканская акция «Чистый водоём» притягнется до 4 мая, хоть наведение парадку на берегах водоёма будет проходить и далей. При этом смете примакчимости сбирается по особку. В одны пакеты пластык у иншая шкла, собранная на Староруднёвском старыку, а мать 500 килограммов отходов, станут сыровины для вытворчасти корыстных речев. Хоть только очистка берегов, акция на этот раз не обмежовывается. «Чистый водоём» повинен быть чистым во всех относинах. После завершения сбора смете, экологи проводят ещё и природоохлонный рейд, ягод выник затремания браконьера, якому теперь погружают штраф от 20 базовых величин. Забороненная сетка снищается на место. После вертания экологи означает, выпадки браконьерства на Гомщине массовыми уже не заявляются. Они и редким их назвать поколь нельдом. Намного снизилось количество таких выявленных нарушений. Фактически это единицы на протяжении многих десятков километров реки. Но вместе с тем отдельные отчаянные люди ещё имеются, которые устанавливают данные сети, несмотря на очень суровую ответственность за данные нарушения. Олег Синчеров, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомик».